Детское радио представляет Живой уголок Сделать мини-зоопарк живой уголок Сделать мини-зоопарк живой уголок Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. Жил-был лет так больше двухсот назад в Амстердаме один предприимчивый молодой человек. Фамилию его я, грешным делом, забыл. Ну, уж более давно я об этой истории в старых книгах читал. Так вот, торговал он примулами. Тогда же в Голландии не только на тюльпанах умные люди деньги делали. Примулу ты, конечно, знаешь. Рано весной вылезает из земли изящная розетка толстых морщинистых листьев, а из них появляется цветонос с желтыми цветками, по тяжести у которых он сгибается и выглядит слегка поникшим. Но есть примулы садовые, с раскрытыми яркими цветками, желтыми, оранжевыми, голубыми. В ту пору, о которой идет речь, более всего ценились особенные примулы. Аурикулы от слова aurum, золото. Их листья и цветоносы были покрыты нежнейшим налетом, словно драгоценной светящейся пылью, за что их в Англии еще называли мучнистыми. Повредить серебристую изморость на тоненьких волосках примул могло даже неосторожное дыхание или дуновение ветерка, поэтому драгоценные цветы держали под стеклянными колпаками. Так вот однажды некий богатый господин поручил молодому коммерсанту сверхсложное задание – доставить своему не менее богатому коллеге партию аурикул нового, особо нежного сорта. Долго ломал голову озадаченный торговец и сконструировал особые стеклянные ящики с амортизаторами, как у современных автомобилей, чтобы гасить тряску. Когда же ботанические сокровища были доставлены в целости сохранности, то богачи были настолько поражены успехом предприятия, что щедро наградили молодого предпринимателя. Через несколько лет он открыл банк, а окончил земной путь одним из богатейших и уважаемых граждан цветочной столицы мира – Амстердама. Богатая знать всегда падка на причудливые новинки, поэтому и новые голландские сорта, и мучнистые английские примулы всегда были в моде и стоили очень дорого. Целое состояние. Особенно цена подскакивала зимой, когда только самые искусные садовники умели заставить цвести растения в своих оранжереях. Лорд Дизраэль Беконсфилд, был такой известный политик лет 150 тому назад, сделал драгоценную примулу символом своей партии и круглый год носил в петлице ее живой цветок. Почему? О, это отдельная трогательно-романтическая история. Когда еще Дизраэль не был ни лордом, ни премьер-министром Англии, а был обычным юношей, то влюбился на балу, в юную красавицу, на голове которой красовался букет из восхитительных примул. Приятель Беконсфилда, очарованный неестественной красотой венка, даже решил, что цветы искусственные. И друзья поспорили на немалую сумму, 5 геней, если мне не изменяет память, огромные деньги. И Дизраэль дерзко подошел к красавице попросить разрешить спор. Конечно же, примулы оказались настоящими, и юная леди протянула один цветок будущему премьер-министру Великобритании. Увы, очень скоро девушка упала с лошади и умерла. А сэр Беконсфилд в память о любви до конца своих дней не расставался с примулой в петлице. Кстати, носить живой цветок круглый год мог позволить себе только очень обеспеченный человек. Если уж мы с тобой заговорили о самых дорогих цветах, то нельзя не помянуть драгоценные орхидеи. Это не эпитет, а официальное название целой группы орхидных растений. Я вот сейчас произнес словосочетание «драгоценные орхидеи» и в воображении нарисовала тебе огромные экзотические цветы. Не так ли? Вот и нет. Цветов у этих орхидей нет вообще. А если есть, то они очень неказистые. Ну как же так? А вот так. У драгоценных орхидей более всего ценятся вовсе не цветки, а листья. Ведь они действительно прекрасны. Темно-зеленые, изумрудные или зеленовато-синие, бархатные, ровные, правильные формы. А по темному фону прописан замысловатый узор из тонких причудливых линий. Серебристо-белых, нежно-голубых, лимонно-желтых. В общем, каждый листик драгоценной орхидеи смотрится наряднее, чем цветки у иных растений. Стоят такие орхидеи очень дорого. Особенно, если это редкие виды. Но, конечно, начинать свой путь в орхидеистику, коллекционирование и выращивание орхидей лучше с чего-нибудь попроще. Фаленопсисов, дендробиумов или цимбидиумов. Однако, дружок, пора прощаться. До новых встреч. До новых историй. Живой уголок